Всем привет! Это программа «Преграда разума». И с вами, как всегда, мы, я, Анастасия Касьяненко, Даная Марковская. И мы не смогли, нам нужен был третий ведущий. Конечно, не смогли. Алексей Лестратов. Потому что сегодня у нас звезда российская Барби. Татьяна Тузова. Артистка, певица, модель, дизайнер и блогер. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Танечка, здравствуйте. Почему перебиваешься? Я хотела сказать, это очень важно. Таня не просто артист с большой буквы, она человек-праздник. Вот там, где появляется Таня, там везде сразу моментально меняется атмосфера в лучшую сторону. Это человек-праздник. Таня, я знаю, что тебе, наверное, уже миллиард раз задавали этот вопрос, но мы не задавали. Почему именно Барби? Почему именно кукла? Я считаю, что Барби – это идеал женщины как внешне, так и в плане успешности. А вы знаешь, мне говорят, что она не идеальна, что у нее пропорции. Если сделать такого человека, то такие пропорции невозможно, чтобы были. У нее очень длинные ноги, маленькое туловище. Вот как ты относишься к этому, Завель? Может, врут? Я считаю, что у Барби идеальная фигура и то, к чему нужно стремиться. Четыре года назад ты у нас была, ну, может быть, поменьше. И ты сказала, что твоя мечта – построить Барби дом большой. Да. Моя мечта сейчас на стадии осуществления. Дом мы уже приобрели и планируем уже делать ремонт. А какой он? Он огромный дом, 800 квадратных метров. 800 квадратных метров? Да, домик. Маленький такой. Барби домик. Огромная коллекция. И она каждый день растет, поэтому мне нужно будет еще свободное пространство, чтобы для будущего заполнения кукол. А что? У меня 12 тысяч кукол Барби в музее. Я не знала. Да? 12 тысяч? Ну, конечно, вот именно для них у меня вот этот дом и предназначен, потому что у меня уже в квартире не умещается. Также у меня есть здание, которое уже… Там есть музей, но оно маленькое, пока там всего 200 метров. И там уже мои куклы не умещаются. У меня квартира меньше. У меня квартира где-то метров 70 и вот этот музей 200. Я приобрела вот 850 метров дом, чтобы туда перевести всю коллекцию. А то у меня уже в Дубае накопилось очень много кукол, потому что сейчас в Россию невозможно привезти кукол. Я складирую их пока в Дубае. У меня там уже коллекция из 500 кукол. А почему невозможно привезти кукол? Ну, проблемы с логистикой большие. Очень дорого пересылка. Порой пересылка дороже, чем сама кукла. Все, ну, я не буду обманывать. Мы с Таней знакомы, пусть они не близко, но знакомы. Поэтому я имею право сказать ты. Таня, получается, ты еще и дизайнер того дома, того пространства, в котором ты будешь жить. Да, изначально дом обычный, но мы его перестраиваем сейчас. Но внешне тоже он будет перекрашен розовым цветом. Это единичные случаи. Мне тут зависть просыпается. Люди в праздники, это единичные случаи. Мы просто не умеем ценить этих людей. Мы думаем, ой, ненормальные, ой, сумасшедшие. А для меня ненормально, что все одинаковые. Да, да, именно к этой мысли я и веду. Мы не умеем ценить и говорить спасибо за эти минуты праздников. Представьте, если бы один домик розовенький, второй там желтенький. Как было бы красиво. Конечно, да. Так все серое, такое невзрачное, невозможно выйти на улицу. Согласен. А сколько тебе лет? Можно узнать? Ну, 30 с небольшим хвостиком. 30 с розовым хвостиком. А как вообще родился этот сценический образ? Когда это произошло? Да мне это не образ, это просто моя жизнь. Образ жизни? Даже когда появился вот этот тренд на Барби, все стали переодеваться в Барби. А мне даже ничего не нужно было делать. Я просто, как это лаконично, вошла в этот тренд. Подожди, изначально же ты модель, по-моему, да, была? Я была сначала моделью, потом мне надоело быть моделью. Я стала организатором разных модных показов. Но каждая модель, она должна в итоге в кого-то вырасти. Вырасти, да. И потом я организовывала показы для разных дизайнеров. А потом подумала, зачем я организую показы другим дизайнерам, если я могу сама стать дизайнером. Сейчас я являюсь одним из лучших детских дизайнеров в России. И уже даже не только в России. Вот я хотела спросить, какие вообще планы на развитие именно этой отрасли? Раньше я шила только для себя. И потом люди стали спрашивать, где я покупаю такую красивую одежду. И стали меня просить. Вот Сергею Звереву я шила, Насте Волочковой, Прохору Шаляпину. Костюмчик сына Юлины Блёденс. Потом еще многим таким менее известным личностям. У меня очень много сейчас клиентов. Всегда умела шить? Я шить умела с детства. Меня научила бабушка. Но высшего образования дизайнера у меня нет. Но я прошла курсы. Потому что мне было необходимо углубиться. Вообще все, за что я берусь, я люблю делать и доводить до конца. Прям уже до каждой мелочи. Я до всего люблю докапываться. Таня, ты отличница была в школе? Я была не отличница. У меня и четверки, и даже тройка была по географии. Но по музыке у меня была пятерка. У меня первое образование, преподаватель фортепиано. А второе связь с общественностью. И с красным диплом я закончила. Вот ты разбиваешь прям стереотипы, честно тебе скажу. Я, например, счастлив слышу. Я, знаете почему? Ты собираешь эту коллекцию. Я считаю, что это мой долг. Потому что у меня очень много последователей. Это маленькие девочки, которые берут с меня пример. Знаете, сколько писем я получаю от родителей постоянно. Они пишут мне письма благодарности. Спасибо, что вы есть. Моя дочка, глядя на вас, начала заниматься музыкой. Или начала шить. Красиво выглядеть. Да, красиво выглядеть. Стремиться к красоте. Это важно. Потому что есть такие семьи, где дети вообще не хотят одеваться. Там в платье. Девочка там в джинсы, как мальчик. Оденься и пошла. Кто-то там коротко срежется. И мама вот благодарна мне за то, что благодаря мне дети вот наконец-то начинают выглядеть как женщина, как девушка. Почему начинается твой день? Мой день начинается, конечно, с проверки соцсетей. Я так у всех, мне кажется. Что он написал. Да, потом в чашечку кофе. Потом потискать свою маленькую собачку. А потом у меня уже, как правило, на полгода вперед все расписано. И дальше уже по расписанию. Твой образ. Как они? С чего начинают? С волос там? Каждый день собираюсь заново, да. Ну, понятно. Посыпаюсь, сама делаю макияж, прическу. Сама делаете макияж? Приходится собирать вещи с вечера. Потому что если я буду это все утром делать, я обязательно опоздаю. Но я так постоянно опоздаю. Потому что у меня очень график такой загруженный. Угу. А сколько времени уходит на... Два часа? Два часа. А, ну, так. Ну, раньше уходило больше времени. Просто я уже так привыкла к этому. А тебя не напрягает каждый раз два часа собираться в день? Ну, я уже к этому привыкла. Это мой образ жизни. Кроме того, пока я собираюсь, я включаю какие-то новости. То есть я эти два часа не просто собираюсь. То есть я еще параллельно делаю какие-то ваши дела. А чего вас так удивляет? Два часа собирается в два часа. Собираться, краситься и с кем-то еще параллельно обсуждать какие-то новые проекты по телефону. А, ну, а сколько вы собираетесь? Подождите, что вы так удивляетесь? Ну, я не Барби, а я пока не Барби. Я же вдохновлюсь. Ну, ты час собираешься. А сколько обычная женщина собирается? Просто нет. Ну, я собираюсь. Мне кажется, не меньше двух. Ну, я необычная. Не странная. Я хочу спросить, Тань. Ну, макияж вот у меня занимает час. У меня длинные волосы, одеться вот это вот все еще час. Что мы с вами с вами делаем? Что у тебя 652 пластические операции. Давай развеем. Нет, у меня всего 2 пластические операции. Точнее, 2,5, может так сказать. Я думаю, так видно невооруженным глазом. Очень красиво. Одно глаз так и тянется. Да, ну и губки я подкачивала. Это даже не пластические операции. А еще была операция у Тимура Хайдарова, но она не считается, потому что мне там обещали такое супер-супер-купер, а в итоге вообще не получилось ничего. А должно было что быть? Ну, я хотела там себе талию потоньше, но потом я все-таки добилась этих форм все равно, но без операции. На фитнес ходишь? По мере возможности. Я вообще очень много двигаюсь, очень много хожу пешком. У меня постоянно репетиции проходят с моим балетом. Я считаю, что это и есть спорт. Да, 100%. И у меня уже под вечер, если там в спортзал, у меня просто сил уже не остается. Я так устаю, что мне уже не до спортзала. Таня, на диетах сидишь? Как дорого входит тебе? Я себе позволяю все, но понемножку. То есть, если я хочу выпить сок, я выпью сок. Если я хочу кофе с сахаром, я сделаю себе кофе с сахаром. Но немножко, всего в меру нужно. Не переедать просто. Скажи, планируешь ли менять вот это амплуа розового цвета, например, на голубенький, фиолетовенький? Я не планирую, но мои модели, они хотят носить разные цвета. Поэтому мои коллекции одежды теперь уже в разных цветах. Первые две были в розовом. Сейчас я стала подмешивать. Вот в последней коллекции у меня была розовая с салатовым. Сейчас у меня новая коллекция розовая с желтым. И следующая будет уже розовая с голубым. А соцсети сама ведешь? Да, все соцсети сама веду. Я не могу это никому доверить. У меня как-то был помощник, но я настолько его доставала. Да, я сама, отойдите, я сама. У меня даже вот люди есть, которые шьют вот мои... То есть я делаю образец, а у меня уже швей мои там делают по этому образцу модели. И я туда постоянно лезу. Я очень такой начальник доставочий. Тяжело с тобой, да? Очень тяжело. А как ждяк? Я стрелец. Стрелец. Открывает какое-то бесполезное время? Нет, я вообще, я даже отдыхать не могу. Если вот видите в моих сториях, что я там отдыхаю на пляже, это значит, что я отдыхаю там с телефоном. Я это время на отдыхе, я использую для того, чтобы забить себе график вот вперед. То есть если есть у меня промежуток, значит я начинаю договариваться о каких-то других проектах. Но отдых тоже нужен. Нужны паузы, чтобы как-то восстановиться. Потому что общение с детьми, оно очень много сил отнимает. А с какими детьми? Именно ты имеешь в виду... Модели, которые участвуют в моих показах. Как попасть тебе, ребеночку, в моделинг твой? Можно просто мне написать в Инстаграм. Также я часто выкладываю афиши о том, что идет набор. И выкладываю ссылку на людей, которые проводят этот набор. Сейчас у меня предстоит показ в Китае, в Барселоне, в Дубае, Абудабе. Ну и много российских городов. Ой, круто. Слушайте, я для себя открыл сегодня совершенно другую Таню Тузова. Я сижу с открытым ртом, Таня. Потому что для меня, ты честно скажу, я еще перед эфиром спросила, девочки, это образ или это что? Или это диагноз. Да. Скажи, пожалуйста, все-таки смотри, у тебя огромное количество деятельностей, нужно за всем всегда следить. Я, например, я через три дня, если начинаю следить абсолютно за всем, чем я занимаюсь, я начинаю сходить с ума и вообще на неделю в депрессию. А мне вот скучно, наоборот, когда мне нечем заняться. Подожди, у меня всегда есть блокнот, в который я просто... Я очень люблю блокноты. Вот кто-то там в телефоне, я не могу, у меня ручка, блокнот всегда вот при мне. Я записываю дела и просто их вот вычеркиваю. Вычеркиваю. Все дела. И, как правило, у меня нет таких дел, которые бы я не выполнила. Ну, а как ты все успеваешь? Ты огромный коллег показ. Да вообще ничего не успеваю. Ничего не успеваю, ношусь как электровеник. Понятно. А ну как-нибудь, может быть, делегировать тебе то, что ты делаешь? Ну, стараюсь распределять график, стараюсь, насколько это возможно. Таня, вопрос такой, он, конечно, банальный, но... Не задавай такой. Нет, нет, я задам. Нет, не задавай. Таня его задать, это совершенно как бы другое ощущение. Какие есть еще не выполненные мечты, планы, не осуществленные? У меня нет мечты, у меня есть цели. И просто вот маленькие шажки, которые ведут ее осуществление. Как глобальные цели? Ну, на самом деле, дом Барби, это очень дорого и очень долго. Чтобы все туристы приезжали, чтобы все имели к нему доступ. Я думаю, это будет интересно людям со всего мира. Также кукла Таня, то есть это российский аналог куклы Барби, чтобы эта кукла была у каждой девочки в каждом доме, чтобы они были разные, чтобы у нее был муж, чтобы у нее были дети. Потому что вот в американской кукле Барби нет детей, а кукла Таня есть. Да. И чтобы моя одежда, конечно же, продавалась в каждом детском мире, чтобы все девочки, но они и так носят мою одежду, мне это очень приятно. Но пока у меня больше не то, чтобы индивидуальный пошив, но маленькие тиражи. То есть мы отшиваем там 50 штук там каждого размера. А я хотела бы, чтобы это было на весь мир. Наверное, вот такая мечта. Да, красоту и спасет семью. Ну, это не мечта, это просто цель, в которой я иду и что-то для, главное, что-то для этого делать, не останавливаться. Ну, и не слушать то, что хит пишут. Мне вообще удивительно, что ты на это обращаешь внимание. Так, если мы достаточно, оказывается, с разных сторон, не кто-то... Ну, даже самые большие звезды это обращают внимание. Понятно. Да-да, это задевает, но очень ранимо. Я не люблю, когда меня вот обижают, оскорбляют, пытаются задеть. Но если вы копируете меня, окей, копируете, как бы. Много маленьких девочек там за мной повторяют, даже на мои показы приходят, уже в розовом, уже с бантиками. Говорю, а что же мы в тебе менять-то будем, если ты уже вот пришла, как кукла Таня. А мама говорит, вот это ваша поклонница, вот она дома все тоже, как у вас, там себе сделала. Вот тоже начала там кукол коллекционировать. У нее уже 10 кукол в коллекции. Я говорю, какая молодец. Слушайте. Таня, в следующий раз, когда ты получишь такой комментарий негативный, вспомни мои слова. На каждый роток не накинешь платок. Очень много конкуренток сейчас появилось, и нужно как-то среди них выделяться. Выделяться. И я решила начать показывать, как я шью, как я играю на фортепиано. Ну, в общем, делаю то, что они не умеют. Таня, девушка, у тебя огромное количество, огромное количество моментов, по которым ты уже очень сильно выделяешься от своих, как ты говоришь, конкурентов. Во-первых, во-первых, ты собираешь огромную коллекцию кукол. И, конечно же... Что-то, во-первых, это. А вы знаете, после меня сколько стоит собирать коллекцию кукол? Почему многие хотят меня догнать, перегнать? Таня, у тебя она самая большая, и, конечно же, делаешь ты ее с мыслью о том, чтобы оставить эту коллекцию детям. Я уверен, абсолютно, я тоже собираю кукол, но других, да. Но я знаю, для чего я это делаю, и я тебя понимаю. Он старинный собирает. Я старый собираю, да. Хочется оставить после себя какой-то след в истории. Вот. То есть не просто побольше там нахапать. А как ты вот относишься к твоим, скажем так, последователям? Потому что, например, кто-то говорит, ой, классно, что они за мной повторяют, мы делаем мир лучше. А кто-то нет, плагиатчики и так далее. Вот ты как относишься? Я считаю так, что можно у человека там позаимствовать что-нибудь, например, так же одеться. Но прям вот в наглую, как некоторые делают, так нельзя. Вот буквально вчера мне скинули сториз одной девушки, где она выступает в розовом платье с таким же бантом. И вот издалека смотришь и даже не поймешь, как будто вот это я. Я не выдержала, я ей написала. Она так обрадовалась. Она сразу мое сообщение выложила себе в сториз. Вот сама Таня Тузова мне написала. И еще некоторые подражательницы, они крадут мой образ, мой стиль жизни и начинают меня же хейтить в интернете. Писать про меня какие-то гадости, пакости. А я потом захожу на страницу, смотрю, а там такая же девушка в розовом. Тоже любит Барби. Но почему-то ей, значит, можно, а мне нет. Я такой способ привлечь к себе внимание, другого способа нет. Вот и все. Ты на это реагируешь, ты ведешься на это? Ты такая разносторонняя. Я считаю, вот знаете, у меня тоже есть кумиры. Ну, не кумиры, но люди, которые мне нравятся. Например, мне очень нравится Сергей Зверев. То, что он такой эпатажный, спокойный, кстати, тоже непонкредитный. Да, но я же не пойду к нему писать гадости на страничку. Не пойдешь. Я просто, ну, скажу, здорово, что есть такой человек. Зайду, напишу какой-нибудь хороший комментарий. Таня, не пойдешь, потому что у тебя своя огромная яркая жизнь. Я всегда всем пишу что-нибудь хорошее. Ты не будешь на это время тратить. Таня, ты не сравнивай себя, себя и девчонок этих. Кстати, когда вот эта вот ситуация с Филиппом Киргоровым была. Какая была? Ну, вот эта вечеринка. И я зашла к нему на страницу, у него там столько было гадостей. И я единственный человек, кто написал нормальный комментарий под его постом, где он выложил свой новый трек, что-то там про маски. И вы знаете, и мне под моим комментарием очень много людей написали, что ну, наконец-то, хоть кто-то защитил Киргорова. И мой комментарий набрал 3000 лайков. То есть люди боятся сказать правду. Боятся. А я не боюсь. Вопрос от зрителя. Бант не мешает в такси ездить? У него все это тоже интересно. Или все-таки в такси есть? Ну, вообще у меня... Я сегодня приехала на своем кабриолете. И у него, как бы, да, открывается крыша. И у меня несколько кабриолетов. У меня три кабриолета. Ага. Есть также большой джип, в который тоже полностью я сажусь. Там высокий потолок, мой бантик уменьшает. Ну, то есть полностью, где бы ты ни находилась, ты в моем образе. Я адаптировала свою жизнь под свой бант. Это чудесно. Все понятно. Скажи, а на самолете как летаешь? Тебе пропускают вот так? Конечно, пропускают. Ну, все улыбаются. Узнают многие. Ну, не узнают, то понятно, что узнают. Ну, то есть не заставляют ничего снять, ничего там... Нет, даже сумочку разрешают не убирать в багажник. Как же я без сумочки, без своей, без своих купол. Конечно, я же сторисы всегда снимаю. Тань, а вот в обычной бытовой жизни ты в своей одежде ходишь? Вся домашняя одежда. У меня тоже розового цвета. Розовый халатик, розовые тапочки, розовая пижамка. Ну, это все тобой придумано, шито, смодельно. У меня даже есть и свои пижамки, вот эти цветные. Думаю, с удовольствием их ношу. То есть принты, да? Вообще, все, что я шью, я испытываю на себе. Потому что люди смотрят, раз она это носит, значит, это нормально, это носибельно. Я также там стираю часто свою одежду, чтобы... Потому что ткань мы печатаем на заказ. Все принты, это мои авторские, придуманные. И мне очень важно качество ткани, качество, чтобы... Не, мне было такое, что я стираю, и вся краска поплыла. Ну, да, да. И поэтому я ношу сама, чтобы посмотреть, насколько хорошо эта ткань в носке. А ты же поешь. Я и пою. Почему ты не говоришь об этом? И танцую. И пою, и танцую, и играю. Но ты же... Эти песни ты пишешь сама себе, или кто-то для себя пишет? Вот то, что я слышала на мероприятиях. Чаще всего я пишу сама, но отдаю на доработку профессионалу. Потому что вот аранжировки я делать пока не умею. Пока. Потому что все, со что я берусь, я люблю в это углубиться. То есть, если я... Я думаю, что скоро придет и к тому, что я аранжировки уже буду сама делать. Ну, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Это мой делик. А не хочешь еще что-нибудь новое вводить в какую-то деятельность новую? Я всегда стараюсь что-нибудь новое ввести. Вот сейчас у меня вышел мой мультфильм «Кукла Таня». Мультфильм обо мне. Просто... Где можно посмотреть? Он есть уже на YouTube. А, то есть уже можно посмотреть? Да. Там как раз «Кукла Таня», везде весь мультфильм вот в этом слайде. У тебя есть сын, насколько мы знаем. Да. Правильно? Да. Расскажи. А сколько ему лет? Ему только что вот исполнилось 17. И он мне часто помогает... 17? Да. И он часто, если вы видите со мной на мероприятии мальчика рядом, ну, как мальчик уже... Уже мужчина. Уже мальчик меня обогнал ростом, да. То это вот он как раз. Он мне помогает там с вещами, с моделями, снимает меня на видео. И я думаю, что когда ему будет 18, он будет еще и моим водителем. По поводу детей, кстати, не планируешь еще ребеночка? Ну, я думала о том, чтобы дочку, но пока вот некогда. Пока нет. Ну, конечно, хочется, да, передать свое дело, чтобы как-то дальше оно развивалось. Кем хочешь стать твой сын? Водителем электропоезда. Серьезно? Да, он уже поступил в колледж на машиниста. Здорово. А ты как-то вдохновляешь, поддерживаешь его? Конечно, я поддерживаю, всячески ему помогаю, потому что быть машинистом очень непросто. Там нужно иметь идеальное здоровье, проходить вот эти медкомиссии, нужно заниматься спортом, иметь идеальное зрение. Скажи, прежде чем выйти замуж за своего мужа, который у тебя сейчас, много обжигалось? Четыре раза. Ну, не обжигалось. Я считаю, что каждый мой муж – это определенный опыт. И мой пятый, он вот вобрал в себя все самое лучшее от вот этих вот предыдущих четырех. Вообще обалдеть. То есть, уже когда у тебя есть там такой опыт, ты уже на кого попала, там не посмотришь, правильно? Понятно. Поддержка морально. А вы давно вместе? Ну, семь лет. Семь лет? Кстати, да, именно он мне посоветовал сделать такой образ на Жаре в боку. Ага, то есть, твой муж, наоборот, тебя поддерживает и никак тебе не препятствует. Представляешь, мой муж очень нормально. Да. А как его зовут? Может, спасибо скажем вам? Его зовут Олег Шацкий, он был у вас на программе. Ага, конечно. Основание лексомассажа. Мы просто не знали, что это твой муж, да, он у нас был. Ну, мы сильно не афишируем, но и не скрываем. Вы прекрасная пара, вы очень подходите друг к другу. Когда я говорю, что у меня муж доктор, сестра, психиатр, наверное, откалываю. Да, достает чужое счастье, чужая красота и чужой блеск. А мы так и познакомились, что у меня стала уставать спина, поскольку я автомобилист, я очень люблю сама водить машину. Сама? Да, и когда бывает три часа, там в пробке постоишь, уже спина-то встает, и я пошла вот к нему на прием, и так мы и познакомились. Я для тебя сегодня все понял, абсолютно. Я думаю, те, кто нас смотрел, они на очень многие вопросы ответили себе. Ты для меня просто родился другой человек на глазах. Алексей, вот, от моего бренда такой подарок. Спасибо огромное. Это, ну, вы можете сами открыть и посмотреть. А можно, да, открыть и посмотреть. Ой. А что это такое? Ой, ребята. Таня, спасибо огромное. Она пойдет к моим игрушкам, к моим мишкам и зайцам. Почему? Это же подушечка. Почему она должна туда идти? Нет, нет. Даже у Филиппа Кискорова. Да, спасибо огромное. Подушечка. Ребята, посмотрите. Я дарю это не всем. Это эксклюзивный подарок. Ну, Кань, я нам вот не подарила. Да, это только из. Ну, кстати, спасибо огромное. Мне очень приятно. Я сделаю фотографию и пришлю из своего музея. Привет. И там еще открытки куколки. Скажи, а вот эта вот кукла, про которую ты еще нам не рассказала, это кто? Это Барби из 90-х. Потому что мне часто говорят, что, ну, Барби же разные, сейчас разные, не только там в розовом, уже и брюнетке, и так далее. Но для меня идеалом является все-таки Барби 90-х. Я считаю, что она самая красивая. У нее самые красивые волосы. Смотрите, у нее прям золотые волосы. Угу. Самое красивое лицо. Вообще, первая кукла Барби, да, этого времени у нас мало, была, это вот одна из первых кукол Барби. А первая кукла Барби стоит у меня в музее, у меня их несколько. Она сейчас стоит около 2 миллионов рублей. Офигеть. Ну, я-то постарше вас буду, тебя вернее, поэтому у меня, наверное, куклы, да, примерно вот такие. Венди у меня есть. Смотрите фотографию, мы ее оценим. Хорошо. Может, у вас там сокровище, а вы не знаете об этом. Вообще, первая Барби в розовом появилась в 1975 году только, то есть ближе уже к 80-м. А до этого она была вот там в золотом, в черном. Ой-ой-ой. И раньше кукол выпускали еще лысенькими, у них были вот такие парички. Уклонные парички. И можно было вот менять и цвет волос, и прическу. Да, и прическу. И, конечно, обязательно должна сказать про свою версию куклы Таня. Это вот уже сделанная кукла. Это твой продукт, да, Таня? Да, это мой, ну, скажем так, будущий продукт, потому что очень много сил и средств нужно, чтобы выпустить это большим тиражом. Таня, это образец куклы, которую я обязательно выпущу в самое ближайшее время. И я хотела бы, чтобы она была в каждом детском мире и у каждой девочки дома. Ну, что ж такое? Я показываю, я делюсь. Это, кстати, костюмы нарисованы все с моих реальных костюмов, сценических. И вот видите, розовенькие. И вот этот вот тоже есть, который на ней сейчас. Вот видите, вот этот костюмчик, где собачка приклеена, это как раз вот костюм вот этой первой куклы. Таня, это называется воспитывать вкус, хороший вкус у детей с детства. И сзади фотографии всей из реальной жизни моей в этих костюмах. Вот эти машины все твои, как раз хотела задать вопрос. Да, у тебя и машины, у меня всего 7 автомобилей, из них 3 кабриолета. И все они розового цвета, правильно? Твои ближайшие цели, где мы можем тебя, планы, где мы можем тебя увидеть до Нового года? Ну, конечно же, это премии «Самые крупные жара», «Зимнее фэшн-ТВ». Мы тебя видели на фэшн-ТВ, мы бы стеснялись тебе подойти, решили, что вдруг скажи. Не надо стесняться, я человек очень простой, открытый к общению. И все переговоры веду сама. Ну, у меня выше образование певарщика, поэтому мне даже это доставляет удовольствие. Я не могу через... Вот у меня был директор, и вот это «Перешли им, скажи им, передай им, зачем мне эти посредники, если мне проще отправить сообщение самой и сразу получить ответ». Ты не хочешь написать книгу, книгу? Хочу. Со своими иллюстрациями, чтобы ты сама наризовала. Кстати, забыла об этом сказать, по мотивам мультфильма у меня уже, ну, как сказать, пишется. Она будет как в виде комикса, с картинками из вот этого мультфильма «Кукла Таня». Да, может какая-то сказка, интересная история. Обязательно. Я же напрашиваюсь, я же был Гарри Поттера. Я абсолютно прочитал эту книгу, прям с огромным удовольствием. Если ты напишешь эту книгу, я всегда рядом. Хорошо. Я хочу иметь отношение к воспитанию у детей вкуса, любви и человеческого внимания, которого так не хватает очень многим. Ребята, Танечка. Пролетел эфир. Вы окунули меня в мир детства, в мир красоты. У Эдит Пиаф есть такая песня «Жизнь в розовом цвете». Я сегодня как будто прослушал эту песню на репиде. Я в таком восторге, что жизнь дала мне такую возможность открыть Таню Тузову просто до глубин. Наверное, еще не до всех глубин. Но не делайте никогда поспешных выводов. Когда вы пишете негативные комментарии, вы на одну секунду просто потратите время изучить человека изнутри. А потом уже пишите ваши негативные комментарии, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!